А девицу, которую слепили из ребра, назвали Евой? Уверен, вы про них слышали. Я блогер. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Доктор Гнус. Называется оно Брачный период в райском саду. Давайте же посмотрим. Строительная компания Гнус Констракшн. Рада представить вам жилой комплекс Лилит. Расположенный в экологически чистом районе. С рамками собственной инфраструктурой. Дизайн невероятный. Это дом, в основе которого заложена гармония и идиллия. Семь собственных водопадов вокруг комплекса обеспечивают оптимальную влажность воздуха. Семь квадратных километров зеленого сада дадут почувствовать природу в естественном виде. Семь этажей пэдхауса возвысят вас до небес. Жилой комплекс Лилит. Почувствуйте себя в раю. Прекрасный вид. Но мальца приукрашена, чутка преувеличена. Но это же все от большого и бескорыстного моего сердца. От души, так сказать. От души, души, ну и в душу. Да нету тут никакой еврейской мифологии. Слушайте. Как-то я был в гостях у своего дружбана. Сидим, значит, общаемся, слово за слово, тема за темой. И вдруг он мне говорит. О, хочешь позырить, что я сделал? Я. Ну, конечно, давай. Пошли, говорит. Это надо на улицу выйти. Выходим с ним на его задний дворик. А там... Найкрасивейшнейший сад. Солнечное. Зеленое. Птички поют. Водичка чистая журчит. Ну, просто рай какой-то. Идем мы с ним по этому саду. Он мне про деревья рассказывает. Травку различную показывает. Про каждый кустик объяснил. Ну, конечно, сам все вырастил. Ночи, говорит, плохо спал. Старался сделать все идеально и гармонично. И вдруг, я смотрю, под одним деревом мужик голый лежит. Я спрашиваю, а это что такое? А это мой питомец. Живет в этом саду. Ой, такой забавненький. За ним так интересно наблюдать. И какая от него польза, спрашиваю я. Охранник, что ли? Да нет, так просто. Для души, для антуража. Придешь с работы, говорит, уставший, злой. А на него посмотришь и как-то легче становится. Не хуже рыбки в аквариуме. Только что-то он в последнее время вялый какой-то. Не пойму, приболел, что ли? Хм, это самец? Спрашиваю я. Да хрен его знает. Но похоже. О, боже. Так ему, наверное, капец как тоскливо тут одному. Эй, мужик, тебе самочка нужна? Спросил я. Мужик, как услышал слово самочка? Все. Глаза расширились, быстро вскочил, игривый закивал. Я говорю, ну вот видишь, у него недостаток женского внимания и ласки. Да, ты прав. Ну и какую ему самочку надо? Задачился мой друг. Ты этого мужика из чего сделал? Ты из хрен палок? Ну вот, сделай все то же самое. Только самочку. Ладно, попробую. Сказал мой друг. И тут же. Ну все, все, пойдем, пойдем. А то там балька скоро уже остынет совсем. Дальше признаться, я плохо помню, что было. Но отдохнули мы тогда божественно. Ладно, это не суть. Так, один момент. Битон, разработчик. О, автор покушает. Антимайни ворвался мне в квартиру. Ребята, решил меня своровать. Вообще, опять, блин. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майни Шоп уже скидки в честь открытия. Поэтому, ребята, донаты, стим пополнение, всякие геншины, Бравл Старс и прочее. А также добавился робокс и все игры с Майкрософт иксбокс. Приходите, смотрите, ссылка в описании. Все, продолжаем. Где-то через неделю звонок. Дружбан с досадой рассказывает. Сделал все, как ты сказал. Собрал самочку, запустил к питомцу. Вроде снюхали, все было нормально. Но думаю, все, угодил. В первую же ночь просыпаюсь от какого-то шума. Спросонник говорит, не пойму, кто кричит, че кричат. Но понимаю, что все идет из моего сада. Прихожу туда. А там, посреди сада стоят мои голожопики. И че-то тявкаются. Спрашивают, че за на? Два часа ночи, какого вы не спите? Оказывается, эти две персоны противоположного пола разобрались, что куда и откуда. И решили устроить наш любви. Но! Дамочка заявляет, что делать она это будет только с видом сверху. И прикиньте, мужика это не устроило. Тот заявляет, типа, сфигали, я буду снизу на тебя смотреть. Давай наоборот. И стоять на ровном месте, проблему раздувать. Капец, проблему нашли. Нашли, ваши искорбления, кто кого куда, у кого какая мать, мат через мат, в итоге девка психанула, развернулась и убежала. Ну да ладно, думай, мудро. Капец, вот так и все, и потерял. И вся на стол. Дам им время успокоиться, там, глядишь, и допедрит. Что еще, есть куча вариантов без вида сверху и снизу. Проходит пару дней, мужик в слезах в отчаянии просит что-то порешить. Типа, самочку показали, теперь очень надо, аж сил нет. А та, что была, так и не вернулась. Че думаешь, спрашивает меня мой друг, че делать будем? Я говорю, ну давай мы за ней расходников отправим. Может она заблудилась где, плутает, дорогу найти назад не может. Хорошая идея, только давай всем скажем, что это типа ангелы. Двух-трех забери, думаю, хватит. И вот где-то у берегов Красного моря расходники, ну то есть ангелы, нашли беглянку. Море Красного. Она уже успела зазнакомиться с какими-то чертями, которые ее, в общем-то, силести и не засветлые умы, философские разговоры. Расходники стали объяснять ей, типа, создатель волнуется, чел в саду места себе не может найти. Давай собирайся, пошли назад. Пока деваха отстаивала свою независимость, свободу и самостоятельность, из ниоткуда появился еще какой-то черт, по виду самый главный, который заявил. Мол, вы кто такие? Че к моей... Я вас не звал, уходите. Вам че вообще надо? Расходники, то есть официальные ангелы. Офигели, конечно, и что-то попытались вразумить, но им указали дорогу в зад, и те поняли, что лучше не перечь. Так и вернулись ни с кем. Услышав все это, мой дружбан занозился и решил. Раз такая умная, деловая и независимая, вот пусть тогда без продуха, хоть с чертями и... Работает, потелится. А если попробует в декрет уйти, обломится и снова за работу примется. И так-то веки вечные. С тех пор деваха эта с чертями всякими так и знается. От зависти на роженец калится и на чужих младенцев посматривает. Ну классика, вот так вот, вот так и надо, ребята. Или ее лилит. Блин, почти как Диабло 4, блин, лилит. Ё-моё, блин, задумайтесь. А что, мужик? Да мужик палец за палец в саду не ударил. Только из нас, что просить дать ему другую самочку. Дружбан мой, конечно, сжалился и решил порадовать пацана. Но чтоб девка не была такой же строптивой, как первая, решил ее сделать и сплощить того же мужика. И поначалу хотел отчикать стручок, из-за которого вся эта каша заварилась. Но потом мы сошлись с ним во мнении, что это будет как-то негуманно, что ли. И сообразили, что отсутствие одного ребра, в принципе, никто и не заметит. Вот так была решена проблема для мужика в саду, которого позже все назвали Адамом. А девицу, которую слепили из ребра, назвали Евой. Уверен, вы про них слышали. Я блогер. Я мой блогер. Все счастливы, все довольны. Но нет. В отличие от Лилит, Ева была спокойной и покорной. Душенька просто. Но, как оказалось, у мамы не блистала. И умудрилась тоже косикнуться. Создала столько проблем, от чего и Адама, и ее пришлось выгнать из сада. В детали не буду вдаваться, это совсем другая история. А мы с вами давайте посчитаем, что осталось в сухом остатке. Мой друг, то есть ваш босс, расстроился, что в его саду не прижились люди. И за садом ему стало скучно наблюдать. Отсюда теплое хуйное настроение, утомление и прочее. Вот я и подумал, а почему бы не поселить в саду новых питомцев? Жилой комплекс Лилит, ведь сверху обеспечен. Не подписывался на такое. Да ладно вам. Отлично. Я сам как-нибудь перетру. Главное, его на ней пусть. Подписывается. Ну это, как иначе, уже, уже. Ребята, ну ссылка на регионал описании. А, не узнать, что надо делать. Приходите подписываться на Доктор Гнуса обязательно. А так, ребята, всем удачки. Всем пока. Пау.